Об этом Сергей Бусурин заявил на пресс-конференции. Повод для нее был 100 дней в кресле градоначальника. Мэр рассказал о том, что не удалось сделать, упомянул и про то, что получилось. Алена Сувтина подробнее. Масштаб городских проблем ожиданий не превзошел. К глыбе многолетних недоработок, огромному муниципальному долгу и неоплаченным миллионным счетам по судебным решениям мэр Бусурин был готов. Что называется, не удивили. Работа без обеда и выходных сюрпризом тоже не стало. Не готов глава города был разве что к чрезвычайным ситуациям. Массовая эвакуация школьников далась ему тяжело в моральном плане. Я был в школах, когда проходил эвакуацию. Если старшие дети это воспринимали так более-менее, то дети помладше, особенно первой, второй, третьей классы, у детей были истерики, потому что это все равно, ну, определенная нагрузка такая и травма для ребенка. Поэтому вот это было, конечно, несколько неожиданно, что такое вообще возможно. Пожалуй, не готов был, если не мэр, то САХ точно и к такой затяжной и снежной зиме. Не проклинал коммунальщиков в этом сезоне, разве что ленивый. Единственный плюс транспортного коллапса не допустили ни разу. Выводы будут сделаны, обещает Сергей Бусурин. В новом контракте пересмотрят и штрафы, они значительно увеличатся, и очередность уборки территории. Наравне с путепроводами и центральными магистралями в первые же часы снегопадов расчищать будут и тротуары, чтобы успеть до того, как пешеходы утрамбуют снежинки в наледь. А то пойди потом, доберись ломиком до асфальта. Вручную ломиком работать, кто последний раз работал ломиком? Ну вот по своему опыту, один час работы, и потом в течение дня невозможно ничего делать луками, потому что это очень тяжело. Из планов на будущее 100 плюс дней. Увеличить турпоток в Древний и Великий до миллиона в год. Сейчас к нам приезжает 700 тысяч гостей. Построить еще три детских сада, не считая тех, что уже строятся. Возвести фок в северном микрорайоне и еще один ледовый. Отремонтировать 60 дворовых территорий и, конечно, привести в порядок Колмовский мост. Пока 100% уверенности в федеральном финансировании нет, будут продолжать латать дыры. Еще раз проведем погодные условия, когда позволит ямочный ремонт. Ну и, безусловно, будем контролировать там скоростной режим. Ямочный ремонт три дня продержался. Можно как-то вот... Ну это из-за того, что нарушена гидроизоляция, но есть разные технологии. Эта технология, к сожалению, результатов не дала. Другую технологию теперь будем использовать. Сто дней позади это как две четверти в школе или семестр в ВУЗе. Пора бы и первые отметки выставлять. Журналисты просят оценить работу градоначальника самостоятельно. Так, ну мы с вами не в школе. По какой? По десятибальной? По десятибальной? Ну, я вам отвечу таким образом, что все те задачи и цели, которые я стоял перед собой за эти сто дней, я, в принципе, достиг. Какие задачи ставил перед градоначальником народ и выполнил ли он их, теперь должны сказать народные избранники. Отчет мэра Бусурина перед депутатами назначен на этот четверг. Оценка на городской думе ставится тоже не по школьной пятибальной системе. Тут главное не заработать неуд. И оказаться в той системе координат, где сам себе мэр поставил, удовлетворительно. Алена Сувтина, Галуст Гивандян, Новости, Довгородское областное телевидение.